Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Брисбена, Австралия. С очередным видео, где нет ни монтажа, ни редактирования. Одна правда. Сегодня я хочу затронуть другую совершенно тему. Тема, которая меня всегда преследовала по жизни, в хорошем смысле этого слова. И тема, с которой я думал начинать свой канал. Но по какой-то причине вирус, и диабеты, и витамины, и минералы взял вверх. Давайте поговорим о спорте. Спорт очень интересная тема. Спорт, люди его либо любят, либо ненавидят, либо просто боятся. И я хочу задать вопрос первый. Когда люди думают о спорте, какая первая мысль приходит в голову? Это генематический зал. То есть ты купил абонемент, пошел в зал, занимаешься спортом. Давайте, может, обсудим этот вопрос. Второй вопрос. Почему я задаю вопросы? Потому что в какой-то момент я увижу ответы, и я буду создавать видео на тематику, которая интересна людям. Второй вопрос, который приходит в мою голову. Зачем мы должны тренироваться? Какая польза от этого? Там польза для здоровья? Или мы тренируемся для общего благополучия? Или мы тренируемся потому, что нам кажется, что не тренироваться неправильно? Тоже интересная тема. Другая тема меня всегда спрашивает. Я не знаю, с чего начинать. Какие самые лучшие упражнения для меня? Я не знаю, что это вообще означает. Потому что некоторые начинают спорт с ходьбы, некоторые с бега, некоторые с плавания, некоторые с тенниса, некоторые с поднятия и гантель. Давайте не будем, наверное, говорить об упражнениях. Но все равно, если хочется затронуть какие-то упражнения, если хочется понять, какие упражнения для чего, что плохо, что хорошо, давайте тоже обсудим. Задавайте вопросы. Интересный еще вопрос. Мне многие задают, спорт не моя фишка. Не хочу заниматься спортом, я никогда не занимался. Что будет, если я не буду продолжать заниматься спортом? У меня все же нормально? Может быть. Может все нормально. Но, в принципе, я закину как бы немножечко удочку. Наше тело состоит из мышц. И одна из самых наших главных мышц – это сердце. Мы не можем тренировать мышцы отдельно. Мы можем как-то упражнять чуть больше на одно, на другое. Но, по большому счету, так как мы созданы гормонально, если мы не занимаемся никаким спортом, то наши мышцы не развиваются. И одна из этих мышц – это сердце, и она тоже будет слабая. Но, хотелось бы просто затронуть отдельно тему, что будет, если не заниматься спортом, кроме мышц, кроме всего остального. Если интересно эту тему, давайте ее обсудим. Интересно, что такая тема, когда занимался более профессиональным спортом, да и сейчас я помогаю очень многим людям – это физические упражнения и травмы. Так получается, что, когда люди занимаются спортом, они себя травмируют. Я немножко с этим не согласен. В основном, моя спортивная жизнь прошла без травм. И не потому, что я занимаюсь им мало, не потому, что я не напрягаюсь. Скорее всего, травма уходит тогда, когда мы работаем с телом, так как ему не нужно работать, так оно не хочет работать. И получается травмы. Я хочу, как бы, если вам хочется, я могу обсудить основные травмы, как они происходят, как их избежать. Если интересно поговорить о травмах, пишите в комментариях. Естественно, из травм выходит так называемая реабилитация. Допустим, вы занимались спортом, вы получили травму. Что такое реабилитация? Сколько она нужна? Сколько ее проходить? Можно ли возвращаться к спорту после реабилитации? Если этот вопрос интересен, задавайте вопросы. И последнее. Я знаю несколько людей, которые очень много времени уделяют спорту. Особенно три атлеты. Да и есть вообще тяжелый спорт, как, допустим, марафон и все. Люди задают вопрос. Есть ли какой-то момент, когда спорт начинает быть опасен? Можно ли перезаниматься спортом? Может ли быть чего-то хорошего слишком много? Очень интересный вопрос. Очень много хороших ответов на него. Если хочется обсудить, задавайте вопросы, тоже это обсудим. Одним словом, это начальное видео, которое я хочу понять, интересно людям узнать о физической культуре и хочется ли это обсудить. Спасибо большое за то, что вы посмотрели это видео. Если мой канал нравится, пожалуйста, подпишитесь на него. Пожалуйста, нажмите этот колокольчик, чтобы получать все обновления, когда я выпускаю видео. Я стараюсь выпускать видео раз в день или раз в пару дней. Не пропустите некоторые видео, действительно очень интересные. Большой привет! До следующего раза! Продолжение следует...